Проект Sleep Stories. Засыпай с бомборой. Мама — Ольга. Папа — Михаил. Сын — Данила. На момент выхода книги 9 лет. Дочка — Екатерина. На момент выхода книги 3 года. Введение. Сначала я хотела назвать книгу «Кудах-так-так». Я вечно кудахчу над своими цыплятами, решаю какие-то их проблемы, часто придуманные мной. Есть такой смешной анекдот про маму. Мама кричит сыну, который гуляет во дворе. «Вася, иди домой!» «Мам, я замерз?» — спрашивает Вася. «Нет, ты хочешь кушать». Принято считать, что мама наверняка знает, что хочет ее ребенок. Потому что мама как бы эксперт по материнству. Когда я обнаружила себя пишущей книгу о материнстве, я испугалась. Я крайне неуверенно чувствую себя в роли такого эксперта. Но вот какой я эксперт? Я что, дюжину нобелевских лауреатов вырастила? Или мой ребенок выпустил бестселлер «Моя мама – лучшая мать на свете»? Какие вообще существуют критерии успешной матери? Если бы мне, как маме, нужно было сделать визитки на какое-то мероприятие, где вручают Оскары мамам и папам за успешное родительство, то на своей визитке я так бы и написала. «Черт его знает, как правильно воспитывать детей». Я раньше всегда за это извинялась. За то, что не знаю, как правильно. Мол, я не детский психолог, я не читала книг об этом. Я просто живу и люблю своих детей. И каждый день учусь вместе с ними быть счастливой мамой. Чтобы они выросли, и у них был перед глазами пример счастливого родительства. А чтобы я была счастливой мамой, мне нужно, чтобы были счастливы мои дети. Вот такой замкнутый круг. Тут важно понять. Быть счастливым все время невозможно. Счастливое родительство не имеет ничего общего с идеальным. Это не картиночные «мама и папа», улыбочки в 32 зуба, дневник с пятерками и постоянный успех. Так не бывает. Счастье очень многогранно, а жизнь непредсказуема. Бывают моменты, когда совсем не до улыбок. Когда мама и папа совсем не ресурсны. Когда больно, страшно и совсем непонятно, что будет завтра. Быть хорошими родителям в такие моменты сложнее всего. А приходится. Ребенок – это не телевизор, его нельзя выключить, когда надоело. Приходится быть родителями каждый день. Поэтому моя главная задача – научиться искать счастье в любом дне. «Тут дне» в значении «день» или «дно». А, в обоих значениях. В любом моменте. И универсальных правил здесь нет и не может быть. И вдруг я поняла, что это моя фишка. Я просто живу и не знаю, как правильно. Потому что никто не знает. Только «тсс». Если бы это знание существовало, его бы давно запатентовали и штамповали пачками счастливых детей и счастливых взрослых. но его нет. А что есть, спросите вы. Маленькие поучительные басни, основанные на реальных событиях. Я описываю в этой книге родительские кейсы как ассортизнаний. Это такой букварь для взрослых, алфавит родительских прозрений, алфавит для начинающих родителей. Начинающие родители это не обязательно впервые беременная женщина или замерзший в ожидании чуда будущий папа. Это скорее родители, которые поняли, что главное в любом родительстве – осознанное стремление к счастью. Это книга для тех взрослых, кто весело и вприпрыжку решил пойти в первый класс школы осознанного родительства как любознательный Буратино, зажав подмышкой азбуку. В этой азбуке нет и не должно быть согласных. И гласных тоже нет. Тут есть ситуации, в которых вы вполне можете узнать себя, как бы примерить на себя чужой опыт и решить, что дальше с этим делать. А что с ним надо делать, уточните вы? А понятия не имею, отвечу я. Я научу вас читать по этому алфавиту. А уж что именно вы прочтете – исключительно ваша ответственность. Это ассорти очень разных ситуаций, с которых складывается мозаика нашей жизни. Я не знаю, правильно ли в этой книге всё написано. Я просто разрешила себе ошибаться, быть неидеальной. Разрешила себе любить детей так, как хочется, потому что я не знаю, как правильно. Дети – это самое сложное, что случилось со мной. Дети – это самое лучшее, что случилось со мной. Эта книга о неидеальной матери и неидеальном материнстве, потому что идеала не существует.